коллеги я всех приветствую до вижу сейчас кто-то уже подключился коллеги я вас приветствую сегодня небольшой эфир о групповых супервизиях в кпп все знакомы практически думаю те кто прошел базовый курс точно все знакомы с групповыми супервизиями в рамках базового курса в рамках продвинутого курса это те супервизии которые у нас являются 10 модулем я хочу рассказать о других супервизиях о другом немножко обучение это супервизии осуществляющиеся регулярно в малой группе порядка пяти тире десяти человек где на протяжении десяти встреч с шагом раз в две недели мы будем с вами встречаться в удобное вечернее время после работы и обсуждать ваши случаи сейчас подробнее о том как это будет происходить те кто учатся на базовом курсе и те кто учится на продвинутом курсе наверняка видели держали в руках может быть даже а может быть даже читали книгу джудит бэк когнитивно-поведенческой терапии от основ к направлению от основ к направлению и может быть даже я предполагаю предполагаю что кто-то дошел до самого завершения этой книги самое интересное это то что в конце этой книги есть шкала когнитивной терапии если кто-то есть у нас дошел до конца или читал про эту шкалу какую-то информацию напишите в комментариях что вы о ней знаете для чего нужна эта шкала вижу забавные смайлики кто-то отправляет вероятно что вы знаете что это шкала если кто-то знаком да будет интересно мне узнать из присутствующих на эфире читали вы ее пока кто-то напишет мне я расскажу все таки не будем долго томить всех эта шкала создана специально для того чтобы оценивать компетентность когнитивно-поведенческой терапевты то есть она имеет такие числовые оценки и просмотрев видео запись сессии мы можем оценить степень владения навыками психотерапевтическими общими да или кпт-специфическими психолога и выставить им определенную оценку там необходимо минимальный да такой вот балл проходной это сорок четыре балла на самом деле этот инструмент гораздо более ценен чем просто оценка своей там компетентности проверка сил он еще является таким обучающим дидактическим то есть благодаря постоянной такой вот дан на работе над собой оценивая себя если вы возьмете на вооружение на такую вот практику оценивать свои сессии по этой шкале каждый раз ну по крайней мере на протяжении какого-то периода времени то вы сможете существенно подтянуться как психолог или психотерапевт и вот чему посвящены будут наши с вами встречи как раз тому чтобы вы сами как психолог я да как кредитованный супервизор кпп и другие участники группы оценивали случаи каждые по переменам и ну на основе до этих оценок мы бы обсуждали какие навыки необходимо подтянуть как это можно сделать что уже очень хорошо получается да какие сильные стороны у вас и это будет ну хорошая такой обучающей практикой все что мы будем делать это конфиденциально да мы будем просить всех дать некое да такой информированное согласие то что данные будут оставаться внутри нашей группы любое обсуждение оценка будет тоже согласно этическим таким принципам проведена нас бережностью коллеги пишут что виснет эфир но я вот не знаю всех ли виснет потому что у меня вроде бы все нормально по показывает что вы свои файм серых все хорошо надеюсь что как-то этот вопрос решится вот поэтому мы будем встречаться да и обсуждать те до сильные стороны ваши которые стоит улучшить да и что-то что нужно поправить в терапии мы будем как будет до проходить вот сама работа за неделю до нашей встречи каждый участник будет иметь возможность отправить свою запись проведенной сессии кроме того у нас есть презентация которую из которой большинство у вас знакомы стандартная презентация оформления кейса вы также будете заполнять все что вы знаете на данный момент о вашем клиенте да не всегда это может быть полностью заполненная концептуализация да потому что может быть разный этап терапии это не завершенная терапия должна быть обязательно то может быть любая 1 1 терапевтическая имею ввиду сессия 2 3 последующие поэтому здесь мы с вами будем учиться во первых пользоваться шкалой во вторых улучшать свои навыки как кпт терапевта то есть поведение на консультации и стратегии терапевтические тоже рассматривать и это будет в общем то помогать вам прокачивать такой навык планирование терапии и то есть подход похож на связано с тем как мы это делаем на интервизиях на групповых супервизиях только это постоянная группа и добавляется оценка по шкале и навык да такое вот пользование этой шкалой поэтому у нас сейчас группа практически набрана но есть еще несколько есть еще да несколько мест куда можно записаться будет этот эфир сохранен и под эфиром в сообщениях можно будет написать либо написать администратором менеджером вашим куратором том что вас заинтересовал такой формат работы если да то 11 ноября у нас первая встреча будет в пятницу с 19 до 21 московскому времени мы будем с вами знакомиться как раз первое установочное занятие посвящено будет знакомство со шкалой обсуждением того как мы будем с вами работать и поскольку группа небольшая то у каждого будет возможность показать свой случай и может быть даже не один раз обычно участники слушателя говорят что этот формат им нравится он оказывается полезным потому что это постоянная группа одна да она закрыта мы новых участников не будем добавлять после того как она запустится и мы будем в общем там да на протяжении скольки недель получается до 20 недель с вами видится раз-две недели и улучшать свои терапевтические навыки то что касается стоимости я к сожалению здесь не обладаю полной информации то нужно будет уточнить у менеджеров у администраторов здесь не оценка до основанное до что имеется ввиду это обучение то есть обучение работы со шкалой обучение навыкам определенным а то есть это не простая оценка оценка скорее как инструмент развития кпт терапевтов до курс конечно же платный и он ну вся информация будет нас есть на сайте да и можно уточнить вот если у вас будут вопросы вы можете также оставлять под записью эфира вы я или наши администраторы ответят на эти вопросы я в свою очередь жду всех жду всех желающих да у кого кто проходит обучение на базовом курсе или на продвинутом курсе для того чтобы начать такое вот развитие в группе будет до десяти человек ориентировочно пять шесть может быть так поэтому группа будет небольшая это хорошо мы специально задумали ее делать маленькой чтобы каждый мог задать необходим вопрос каждый случай можно было успеть рассмотреть да то есть твоя двухчасовая встреча в рамках которой мы будем совершенствовать свои навыки вот поэтому коллеги жду вас не буду занимать время эфира основную информацию я сказала и если мало клиентов это ничего страшного потому что мы будем рассматривать да фактически там одного или двух да поэтому здесь опыт ваш не играет большой роли но важно чтобы у вас была возможность записать на аудио или видео с свою работу с клиентом а количество не имеет значения опыт тоже нет поскольку это обучающее мероприятие да мы будем ваша компетентность вашу повышать вот поэтому мы здесь но это не важно сколько у вас клиентов и какой у вас хорошо когда в группе есть коллеги с разным опытом да кто-то более сильные и опытные да кто-то менее и тогда получается делиться можно будет знаниями активно поэтому коллеги всем до скорого вопросы пишите да всегда можете да это дополнительный курс который каждый может пройти по желанию если вы хотите получать регулярно регулярную такую супервизию сейчас у нас мы знаем на пороге стоим закона о психологической помощи и поэтому важно наверное себя приучать к тому чтобы проходить до супервизии интервизии и это будет несомненно полезно отличие вот еще вижу тут вопрос отличие от интервизии в самом формате поскольку здесь мы будем отсматривать не только да сам вашу презентацию мы будем смотреть конкретную сессию оценивать ее по шкале сетерезда это самое главное отличие которое есть и вы будете учиться себя оценивать других пользоваться этим инструментом также и другие участники есть ли еще вопросы если вопросов нету то это именно курс по групповой супервизии кпт да и то есть здесь только кпт специалисты она в этой группе вот потому что мы будем оценивать по специальной шкале которая разработана для оценки компетентности когнитиноповеденческих терапевтов поэтому если вы хотите прокачать свои навыки в области когнитиноповеденческой терапии да то милости просим потому увидимся с вами с кем-то из вас да на шкале ой господи на курсе шкала елизавета шкала в конце учебника в конце учебника кпт от основ к направлению там увидите прочитать до скорого всё увидимся до свидания Продолжение следует...